всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте бритьё 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 во первых строках своего сообщения хотел бы принести вам свои извинения за то что стрима сегодня не будет сегодня пятница катастрофически не успеваю успею если так тяп-ляп и сегодня бритьё не выйдет но бритьё и так будет запоздалая потому что по времени успевая трендерить она скорее всего выйдет позже обычного если еще и стрим так вообще швах но давайте во всем искать положительное то есть отдохнем недельку друг от друга а то что я обещал на стриме вот эти новинки от смог которые супер пупер подвергнул ну и плюс еще наверно третьем туда присовокупим висмаковский который вот воды не боится нифига вот это уже на следующей неделе тогда и оставим а сегодня ребята я вам приготовил кучу необычностей первое из которой это наверно то что многие не обращают внимание что он стоит 3 копейки этом станок маршал бабочка следующая необычность это будет наверное помазок с необычным дизайном с необычной ручкой от василия из тольятти еще одна необычность это наверное вот то что прислал павел это наши российские производители и будем автошейф будем составлять о нем представление ну и конечно надеюсь что хит надеюсь что новинка сезона это мыло необычайное мыло от вячеслава которое он делал не просто так он делал очень много времени больше года с его слов он угробил вот на все это но что нельзя не отметить если за мыло еще не могу сказать так дизайн здесь просто шо пипец очень много вещей глядя на которые мы можем сразу сказать о это сделано в россии за это мыло вы никогда так не скажете потому что мыло оформлено я уже сказал как точно шо пипец ну вы на крупный план подробнее к этому смотрите что да как а я тут начинаю подготовку догонять что же у нас сегодня будет ребята принял решение что сейчас буквально подряд покажу два станка которые были в бюджетном бритье потому что на и рапиру на маршал откликнулись таким мощным призывом по несколько человек вадим покажи это покажи тот голоса разделились примерно пором но но все-таки сегодня будет маршал бабочка причина проста что один из вас написал вадим у меня по соседству продается вот этот станок не задорого я его и так и так говорит могу взять но ты говорит скажи вот твое мнение интересно послушать но если уж человек хочет брать я думаю что давайте с него и начнем и посмотрим насколько он мягок или агрессивно вообще как он в работе упаковка слайдер обыкновенный слайдер то есть вот на всех недорогих изделиях в принципе это легко и можно встретить напомню мне он обошел 145 рублей я думаю что на просторах нашей необъятной его примерно за такие деньги можно взять приклеена по-божески по-человечески то есть отодрать всегда можно проблем не будет так поближе ну чё как сказали так и сделали бабочка бабочка работает ну каких-то особых сейчас вот таких вот каких-то замечаний я бы не назвал в принципе вот 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 у свои 150 тонн оправдает всяко разно внутри покрытие довольно качественная на буржуинских станках если такое увидел сказал бы что есть какая-то просить и неравномерность покрытия особенно центральной по пластине но за станок 140 рублей а такое говорить даже не буду вполне себе годно вполне себе нормально лопасти лопасти при закрытии более-менее адекватно работает а вот при открытии одна чуть-чуть остает другая чуть-чуть вперед но в принципе больших то каких-то нареканий тоже наверно нет станок вешивать не буду вот так чисто визуально но где-то в районе может быть 40 где-то в максимум 50 грамм он весит поэтому ну вот по памяти вещи но вещи мне кажется делаем чуточку более качественно вот здесь вот я смотрю всякие такие вот какие-то фиговины которые на скорость влиять не будут но лучше бы их если бы не было одна пластина ровная она другой вот какие-то там отметины все же есть но видно что это недорогой ребят ну это и понятно что недорогой так что вот как недорогому я думаю к нему и стоит относиться как станку первого начального уровня лезвия так а давайте знаете что так как я не новичок и заранее знаю что все бабочки но практически без исключения если вы знаете исключение назовите пожалуйста нерегулируемые так вот все бабочки нерегулируемые они всегда мягкие и так как я не новичок я бы наверно поставил что-то поагрессивнее типа там жилет руби персона или жилет профессионал ну что-нибудь вот такое но а вдруг я новичок я бы спокойно взял вот эти вот лезвия спутник который у нас легком доступе и стал бы бриться им так вот я предлагаю поставить именно такое лезвие чтобы испытать а вот что будет у новичка за ощущение если вот допустим он возьмет эти спутник и поставит на эту бабочку так с этой стороны да ну давай свет проклеена держится внутри с этой стороны тоже это не клей это похоже на какую-то смазку которая знаете как парафин читал такое которая держит так вот чё тефлон код этот спутник но судя по всему это уже новая линейка спутников смотрите вот с таким по во первых нанесение само по себе другое тут уже как лазерная гравировка лечить такое давайте его поставим посмотрим так открываем полностью загружаем шахту лифта и аккуратненько закрываем есть там какой-то там найти найти кому-то что-то подцепляется но тем не менее крутится нормально хорошо что у нас выходит да вроде ровненько нормально но все со станком разобрались помазочек помазок у нас сегодня будет узел яки ручка кастомная от василия из тольятти что я могу сказать о василии да некоторое время знакомы да у парня руки не из задницы и да он скромный потому что когда мы с ним переписывать вадим меня рекламировать не надо не нафиг но если вдруг кому-то что-то будет интересного ссылочку на группу мастеров там мою страницу горит тот может бросить пускай люди посмотрят кому интересно перешел я по этой ссылке ребята я под офигел потому что по москов там у василия ту его куча и и все кому интересно конечно же я оставлю в описании под видео нет не подумайте это не реклама я все-таки человек попросил я этого делать не буду но тем не менее если кому-то будет интересно сможете сходить посмотреть вот это вот василий делает своими руками это дерево что за дерево так не могу сказать у василия что-то не спросил но легкая по общим ощущениям помазочек где-то в районе 25-30 грамм ну не больше 40 это точно плюс когда василий выковыривал яковский из тех которые ему прислал он не смог его выковырить то есть он когда выковыривал аж узел треснул вот настолько говорит яки молодцы говорит туда клея фигачат но тем не менее он как было собрал в ручку поставил ручка у помазка ребята нетривиальная таких ручек я никогда не видел до думаю и после не увижу и вот чтобы сделать вот такую ручку надо определенной смелостью обладать потому что она только под пальцевый хват посмотрите вы пальцами и так возьмете и палец вас органически сюда вписывается все а вот под кистевой вот так вот чтобы вот если вы любите то у вас уже хрен с горы не пролезет то есть вот эта вот штука будет вам мешать но тем не менее плюс ко всему вот к этому хвата вы можете добавить еще и пальцевый вот так то есть в этом случае у вас смотрите как получается сам замок срабатывает и упор замка то есть верхушка по мазка вам упирается сюда и здесь уже делаете что хотите этот палец у вас как подпорка идет и здесь вот просто кисть отдыхает вот почему-то я не знаю но подсознательное подозреваю что именно вот так я ему буду работать ну и сам лак которым здесь покрыт он на пальпацию хорошо покрыли хорошо не знаю как это будет с водой сенсенс это стыковаться но вот для пальцев не скользкий совершенно в воде посмотрим с мылом посмотрим но пока одни положительные эмоции поэтому сейчас заранее могу сказать что василий то поработал молодец молодец вот таким орлом сегодня с вами и будем с кастом на ручкой работать мыл но мыл конечно же будет сегодня у нас от вячеслава ягудина потому что но такое мыло пропустить да не попробовать это ребята но сам бог велел надо более подробно рассматривая ну свои предыдущие претензии которые высказал при распаковке могу повторить неаккуратная наклейка и пузырь очень сильно лично для меня портят общую картину конечно же это никаким боком не будет отражаться на характеристиках самого мыла это просто скажем так это но эстетическая составляющая то есть вот я сам для себя думаю так если у тебя годный качественный очешуительный продукт он не может быть в упаковке так себе потому что вот глядя вот на все это у человека создается первичное впечатление то есть если там хорошо то здесь как минимум тоже должно быть хорошо а может даже еще и лучше но пузыри и складки в это хорошо как-то не очень вписываются но тем не менее вот кому интересно из чего сделано мыло я вам сейчас покажу вот читайте это те самые рецептуры которые вячеслав отрабатывал долго долго что-то там браковал что-то там переделывал что-то там заделывал и вот конечный результат вот то чего он сделал банка пластиковый низ мы с вами такие банки видели уже и в коричневом и в черном исполнении вот это вот проминается вот так это может это прозрачный пластик просто у него как раз белой крышка крышка хорошая нормальная будет закрываться зашибись в такой банке с такой крышкой даже стас нам свое мыло присылал но у него там еще прокладочка была такая мягкая для чего она я не знаю ребят вот там она была и как-то ну по интересе смотрелось до мыло забегая вперед хочу сказать что люди которые упаковывали мыло в эту банку лопата его не накидывали нет ребята тут была применена какая-то интересная технология и причем смотрите вот даже кантик остался по краям то есть вот будь она твердая у меня закралась мысль кармол кармольная что мыло тройного помола но она не твердо мягкое мыло но я не знаю при помоле она уж так и равно должно быть твердеть поэтому тут я хз не готов сказать но такое ощущение что знаете как монолит к кирпичу в били и вот глядя на всю эту фактуру я очень сильно удивился бы если пьем внутри встретил пузырек воздуха вот почему-то мне хочется сейчас биться об заклад что там этих пузырьков нет совсем то есть вот так красиво и так монолитно все положили посмотреть какая поверхность то есть это не пальцем ровняли это не что-то там не линейка это вот так дырц сделали и сделали хорошо и красиво сразу вот интересно как это сделано и мне нравится реально нравится запах запах разнолесья ну как любом лесу пахнет не только деревьями но и травой здесь до проще ощущается травяной запах но он он не доминирует он сегментирует то есть он как один из штрихов очень интересный запах и ну и посмотрим как эта красота сегодня будет работать этикетка ребята красиво я и раньше говорила сейчас могу сказать что вот что вячеслав что тот художник который делал вот эту вот этикетку кстати обратите внимание здесь-то накладно наклеена пузырики есть но они мелкие далеко-далеко их там практически не видно а вот 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 болейн ну ладно все проехали красиво художник молодец постарался выбрал композицию такую интересную ну несколько такую вот вот с обманом здесь же море есть а в запахе моря вообще не гу-гу ну хоть сотенка которая здесь есть запахи она так чуть-чуть ощущается в конгломерате не то что хвойный а вот какой-то намек на это но красиво красиво ну все будем работать сегодня с этим мылом а лосьоном у нас сегодня будет работать бродата бродата от нестерова павла владимировича из его коллекции что он нам прислал вам показать за что еще раз ваш огромное тебе прям спасибо бродата сделан сейчас скажу где-то где-то у нас он сделан да в красноярске о о о альфа трейд не знаю что там будет внутри но о альфа трейд послушайте пожалуйста я не знаю сколько стоят но как-то посерьезнее надо ребят извините что я все это говорю ну потому что только что сделав свою линейку я волей-неволей все равно вот обращаю на это внимание потому что ну невозможно не обратить если ты столько времени потратил допустим оформлению чего-то и прекрасно знаешь как это может и не то что должно ну да должно и может выглядеть то увидя вот очевидные ляпы ты не можешь на них не обращать внимание акцентировать не акцентировать ну мне захотелось акцентировать потому что мне как потребителю вот это было бы но не очень как-то знаете это что этикетка кривовато нарисована но я понимаю что то смысле наклеена я понимаю что это руками делали могли бы чуть потщательней в том что руками ничего страшного но чуть потщательней крышка крышка сама пластмассовая то что заморочились на деревяшку честь вам и хвала ребята молодцы просто но вот качество крышки конечно подкачала мало того что эта красота пролилась во время следствия во время дороги так еще и вот смотрите да вы сами все видите вот смотрите вот и если бы я вот выпускал это и узнал бы про эту хрень во первых мне было бы стыдно чрезвычайно во вторых я тут же бы поменял этого производителя к чертям собачьим если покупая лосьон человек получает вот это но это это если это случайность и и тут же нужно на карандаш и извести как на корню махом чтобы этого не было а если это но тогда это на тебе просто это просто на тебе так не должно быть принципе зато ребята заморочились по содержанию на этикетке да на двух языках тут и на английском и на русском вот вам пожалуйста на английском ухом пожалуйста на русском все есть то есть тут кто хочет он всю информацию найдет этикетка бумага фактура сама по себе я думаю что атласе он она не пострадает но каких-то таких вот такого не не вызывает вот я бы сказал что вот это что-то недорогое вот глядя просто на этикетку графика вот это вот лицо мужика до дядька серьезно сделано интересно а все остальное ну но это вот так извините что вот так акцентировал на этом так запах запах интересный ну какой-то веселенький веселенький и есть кто-то и морское есть есть что-то и от хорошего порошка для стирки то есть вот что-то вот такое есть неуловимое таким супер вот я бы я бы не назвал но давайте посмотрим сейчас мне интересно еще на составе посмотреть так как я лицо заинтересованы так где-то тут состав применять сразу после бритья инструкция по применению даже как его применять офигеть где состав то а вот вода от состав на русском извиняюсь есть на русском состава него зато есть на английском следы путают что ли грейп алкоголь глицерин и дрогенерат что-то дегенерат сенсор ойл пек 40 про пропилен гликоль ухты и гликоль сюда впендюрили на фига это же алкоголь тоже олив лифт что-то экстрат simples а комплект витаминов b1 b2 b3 b5 b6 b9 c и пп ребята если вот это и витамины пить не надо один раз намазаться этой штукой нормально будет д пантенол понятно парфюм понятно эвкалипт лифойл ментол тарам дарам витамин c ну судя по всему по витаминам где дофига чего и даже витамин c отдельно в пендюрили вот перечету ну за ребят витаминизированная добавка для вашей кожи ли это лосьон после бритья вот сейчас мы и пойдем и посмотрим ребята ввиду того что я взял сегодня синтетику давайте наверно знаете что давайте сегодня без чаши просто так наберем мыло и уже на лицо а вот следующий раз когда будет еще одно мыло я от ярослава вот там мы наверное уже и помазочек другой возьмем типа барсучка чего-нибудь и уже в чашей погоняем пока же давайте его наверное запулем в качестве пришеева разнолесье чем-то разнотраве все время в голову лезет разнолесье налил чуть-чуть воды там не пригоршню а чуть-чуть скользкость скользкость это первое что бросается в глаза юшка до маленечко намешалась вот как я могу видеть и сейчас папа давайте наверное его и нанесем до молочко хорошая занимается бодренько так занимается ну не самая бодрая пободрее видали но неплохо неплохо вполне себе пену если вы не видите я то под рукой чувствую хорошо и плюс ко всему необычная такого никогда раньше не было я чувствую какую-то скользкость понимаете вот здесь вот ведешь все мыло скользят это тоже скользит но она как-то необычно скользит как-то пошустрее поактивнее чем все остальные и на лице то же самое интересно на станке это тоже отыграет или нет ну ты кушай давай а мы сейчас наверное пеной займемся смачиваем помазок мокрой руке лак чуть-чуть подскальзывает но критичного ничего нет форма помазка играет роль я чувствую здесь мертвый хват никуда он не денется пока легкое неудобство привыкания к новой форме все-таки есть вот этот бортик он фалангу пальцев все-таки находит быстро но дискомфортом я бы это не назвал это просто найти вот момент привыкания к новой форме мочим стряхивать не будем просто отожму всю лишнюю воду и загружаю помазок бодро загружается пен пошел усиленного пена отделения никакого не вижу да и не может быть мы воду то все убрали но густой сливк в наличии весь узел уже чавкает он уже наполнен тем чем я хотел бы кубчат то Robot еще пустой какие но Зачет Ну все, я его набрал У меня тут пацаны как-то По-моему Антон, Атник Как-то так Шпилечко Ну вот Вадим не так делает Без лобы, все нормально, все хорошо Типа логичнее было бы Вначале набрать в узел А не потом в чашу разбавлять А на лице Уже доводить до кондиции Ну вот сейчас по такому способу и попробуем Ну Я все равно Склонен к тому, что делайте так Как вам удобно Самое главное в процессе бритья Это кайф ловить Если вы ловите таким образом Каким не ловят все остальные Так это не проблема ваша Это проблема всех остальных Ну вот я так думаю Ну все, компресс Мюлевское полотенчико Вот это, которое А-ля вафельное Ну вафельным его назвать Язык не поворачивается Потому что Ну уж больно по фактуре Там оно превосходит Обычные вафельные Которые мы привыкли Так вот По толщине не сказал бы Что оно шибкое Толстое какое-то Но тем не менее Каким-то волшебным образом Для меня Оно умеет аккумулировать Себе столько воды Которая дает мне На протяжении всего Вот этого отмачивания Тепло Меньше Меньше чем Мохнатушка Хорошая такая Знаете Но все-таки Нормально Нормально Хорошо Вот еще раз Спасибо опасность Что дала возможность Погонять на этом полотенце Ну все Отмочили Давайте Марафет наводить Ну вот парни Влага только та Что была на лице Дополнительно Ничего не давал Некоторые уже могли бы На этом остановиться Но для меня Слишком густая Я ее пожалуй Еще раз Блужу Помазок Вот этот ободок Я его чувствую Дискомфорта не приносит Но блин Я понимаю Что вот такая форма Без этого помазка Невозможна Вот сейчас во мне Двойное чувство Первое Это мне чертовски нравится Его держать А второе Я все-таки Вот этот ободок Собака чувствую И мысль крамольная В голову закралась Вот как бы такую форму Но вот без этого ободка Не знаю Возможно ли это Ну вот смотрите Не Водички-то добавлю Прям на помазок Вот так раз Любимая Отвлеклась Сейчас водички Еще добавим Ну что Ну опять зачет Потому что То что я вижу Мне нравится Ну давай Чудо Бабочка Не подведи Эту бабочку Мягко Что-то не Не поднимается Язык Назвать Уж Вейший до ней Как Раком до Китая Вот сейчас Этим лезвием Я ее Воспринимаю Вот если взять HD 34 И 89 Голову Вот туда Поближе К 89 Вот такая Примерно Она Но не мягкая Это точно Ах ты блин Не надо было Мне здесь трогать Ну ладно Да Это как бы И не такую же Как 89 Агрессивность Вот показывает Эта бабуля Ну в смысле бабочка Так Еще маленькой водички Василий Я начинаю привыкать к этой ручке Она дает чертовски Необычный И функциональный Хват Прям как-то аж Необычно Но Кстати надо бы Сейчас мылом проверить Будет скользить Не будет Ага 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 Ну и поехали на третий, сейчас разнотраве сместилось в какую-то пеньковую ноту, но все равно остается, вот сейчас вот этот запах знаете как вот, какой, да не, ну не веселый, лесным я бы даже и не назвал, но этот запах мне нравится, что-то лечебное что-ли стало появляться, но не вот до такого, а вот такое что-то. Ребят, я понял почему я про запах практически забыл во время бритья, потому что фактура пены посмотрите какая, и вот это все выбило просто из головы и заставило просто любоваться этой пеной и не обращать внимание на все остальное. И вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и вот тут изрядно Вылизываться не буду, но выбрился где-то на 3 с плюсом Ввиду чего? Ввиду... Ну... Это уже в заключении Ну а что? Ну а все, автошейф Вот, что же мы тут имеем? Парни, какая жалость, что я сейчас не могу передать того, что чувствую я С каким причмоком, знаете, с какой вязкостью Вот, вязкостью безе Она неохотно расстается со своей половинкой И вот так вот Вот так вот себя показывает, зараза Ну посмотрите Это... Это то безе, которое, с сожалению, осознаешь, что это пена для бритья А не то, что можно скушать Потому что сейчас вот так вот хочется его слопать Вот такое вот оно И причмок такой Понимаете? Я вот сейчас внутри его ладони Между ладонями Я его чувствую, как Некую такую упруго Осязаемую субстанцию В принципе, многие пены дают вот такой эффект Но не с таким вот как-то, знаете Вот Не знаю, как это описать Вот жалко, вы сейчас не видите фактуру Это мелко-мелко-примелко охренеть Как дисперсионное какое-то создание Которое просто смотришь на него И приятно на него смотреть И если поймать зайчика от лампы на просвет Оно такое, знаете, матово-достойное Такое, ну вот так вот Типа, знаете, как графья какие-то там прям Интересно, очень интересно А, вон один пузырик большой я вижу Ну, ввиду того, что мы быстро побрились Ну, не могу сейчас сказать Что вот, знаете, вот как бы оно в чаше стояло Ну, с другой стороны, в следующий раз в чаше Там и будем И у нас народ, главное, засты Там, если что, где он будет Или прибудет Заметят сразу Поэтому вот Ну, потому что оно сегодня показало Могу сказать, что оно и там себя оправдает Ну, точно Это мы только в следующий раз уже проверим Ну, а сейчас компресс и автошейф Ребята, вы знаете К своему удивлению Вот эта вот традиция Когда уходишь на компресс И какие-то мысли в голову приходят То, как правило, приходят именно те Которые тебя сейчас вот больше всего Занимают Больше всего беспокоят, радуют, печалят Там или еще что-то Ну, по разным причинам Так вот сейчас пока Сидел на компрессе Омыли думал Не об автошевик Хотя, казалось бы, о нем надо Потому что все-таки конкурент Наши же делают А вот именно омыли И сейчас вот будем говорить Я постараюсь не забыть То, что в голову пришло Я скажу Потому что Есть что сказать Ну, блин Ребята Ну, вот вам станок За 3 копейки 141 рубль Качество брития Отлично Отлично Кто-то скажет Да, ты что Ты сейчас ее лопатой побреешься Ты только лет уже бреешься А вам-то кто мешает Никто Опыт Это такая штука Что ты вот идешь Идешь, идешь И уже Бум Опытно Бам, в карман положишь Все, тут у тебя есть опыт Нет Так не бывает Опыт приходит со временем Путем многократного повторения Одних и тех же процедур Одних и тех же действий Путем приобретения Каких-то положительных эмоций Путем совершения ошибок Исправления их Опс, зарубку себе поставил Опс, блин, порезался Вот теперь надо как-то вот так Опс, это Опс, то И ты все время исправляешь Исправляешь, исправляешь И по итогу Приходишь к чему-то такому Ко мне часто приходят Новички Говорят Вот, Вадим Блин Вот, побрился Вот Мне надо каждый день Вот, буквально А вот Я вот Посмотрел твои видео Брелись каждый день А у меня тут Охохотальник такой Я стараюсь Делиться опытом Но даже не приходится Людям в описании Под видео Смотреть и почитать Все это Посмотреть А вот Если бы посмотрели Как минимум Увидел бы Тринадцатое видео Где я советую Не педалировать Постепенно По Какое-то время Неделю-полторы-две К по Добавлять поперек Неделю-полторы-две И потом уже только против А тут вот человек пишет Вот-вот-вот И вот Если вы сами идете Не используя мои подсказки То это и будет Ваш опыт Просто я вам Иногда Я его пытаюсь сократить Но не все Хотят сокращать Все По-разному поступают Так вот С большим опытом Со средним опытом С маленьким опытом Этот станок Вам позволит Побриться Великолепно Это не тот Вейший Который по звезде Ладошкой будете Водить 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 И вам Нифига не будет Несомненно Вейший годная штука И он многим нужен Но только тем У которых Ну растительность Соответствующая Ну у человека немного Легкий пушок Зачем ему что-то Агрессивное Да ему не надо Тем более Если у него кожа нежная Вейший ему Вот так Поза глаза Если у него Что-то восточно-японистое На лице Вейший Вейший Конечно Вейший Если чуть что погрубее HD34 Да самое то А если вот такие Обычные люди Как мы с вами У которых Вот это вот все Как вот у большинства Кто живет На территории нашей страны Не туда Ближе к востоку Вариант Вполне себе За 140 рублей Ребята Это агрессивная бабочка Агрессивная Я не говорю про регулируемые станки Там уже совсем другое А вот нерегулируемая бабочка Очень-очень А даже Уходная Спутник Спутник я бы мне не оставил У меня получилось На мой взгляд Несколько агрессивно Хоть и классно Я бы еще поигрался Я бы Вот я в этом станке Спутник воспринял Как Вот такой Что-то Сука Укушу Вот только Зазевайся И все А колечко-то Вот оно Вот что-то вот Типа такого Я бы что-то Поделикатнее Сюда подобрал Но тем не менее Станок Показался Вот во всей Своей красе Вот это Мне Как-то Знаете Вот прям Сыпануло Так Ладно Заговорил Я давайте Автошейф Автошейф Дозатор Дозатор Демократичный Позволит Как понюшку Табака Так и лужу Натрясти Белого цвета Ух Первое впечатление Маминых духов Именно те духи Которые Вы знаете В 70-80-х годах Порой женщины В своих сумочках Носили А поорать Нету Странно Что-то там За виноградный Спирт Писали Что-то За пропилен Гликоль Не Ну гликоль Он драть Бы не стал Ну Ну что Ну что Имеем Поорать Не будет Не жжется Совсем Вообще Запах Виноградных дел Здесь не чувствуется Совсем Есть Какая-то Знаете Далекая Далекая Что-то Растительная Тема Чуть-чуть Слегонца Уходящая Слащавость Я думаю Что это Не тот Автошейф Который Способен Зацепить Запахом Чего-то Такого Проникновенного Знаете Способного Крючком За печенку Зацепить Сказать Ну-ка Иди сюда Сейчас поговорим Нет Вот такого Нет Здесь Спокойно Текущее Что-то Запах Есть Есть Запах Пленка На лице Да Сейчас Она Ощущается Я думаю Что скоро Она должна Пройти 100-500 Витаминов Которые Были На этикетке Наверняка Они здесь Есть Все Или не все Я не могу Сказать Как посчитаешь Но то Что несомненно Автошейф Имеет Уходовую Составляющую Это да Это 100% Это к бабке Не ходи Несомненно Его можно посоветовать Тем людям Которые Не любят Алкогольные Дела Сработает Драть Не будет Уходовость Уходовость Тоже Есть Но Какого Она рода Это нужно Какое-то Время Так Чтобы Знаете Вот Хотя бы Недельку 2-3 Чтобы Понять Будет Там Ваша Кожа Бархатистая Шелковистая Или нет У меня С моим Было Время Разобраться То Что Вот Мой Бархатистость Шелковистость Дает Это Я знаю Вот С этим Я попробовать Не успею Пока Пленка Не уходит Ни с рук Ни с лица И пока Остается Есть у меня Вопросы К этому Автошееву Был бы он Какой-нибудь Забугорный Да и хай с ним Буржуи Что с них взять А это Наши Еще одна Причина Почему Хочу по нему Пройтись Каленым Железом Это Наверное Все-таки Цена Потому что За 790 Миллилитров Люди Как бы Обязаны Расстараться Пока В этом Плане Он Моему Проигрывает 100% Хотя бы Из-за Стоимости Потому что Ну В моем Случай За 100 Миллилитров Это 800 Рублей Здесь За те же Деньги В два раза Меньше И мне Очень Было Интересно За что Если По эстетике Кривая крышка И Хреново Приклеенная Этикетка Так На Будем Говорить Прямо На Это Конечно Плохо Но Это Все Можно Исправить Люди Все Это Могут Исправить Если Захотят По Полиграфии Я думаю Что Ребята Маленько Перебздели В Каком Плане Да Несомненно Есть Какие-то Положительные Свойства В этом Автошиве И Какие-то Положительные Стороны С Моей Точке Зрения Это И Надо Было Донести Ну Ребят Тут Маленько Корону Занесло В каком Плане Здесь Есть Описание Каких-то Вещей И на Английском И на Русском Но Отдано Предпочтение Английскому Состав На Русском Не Написан Совсем Если Это Ориентировано На Западную Публику То Зачем Здесь Русский Вообще Если Это Ориентировано На Нас На Русскоговорящих То На Пуркуай Здесь Английский А Если Это И Нашим И Вашим Там И Этим Дам И Там Вот То Вот Этого Я Нифига Не Понимаю Потому Что По Итогу Получилась Каша Здесь На Потрогать Но Вполне Себе Нормально Я Не Думаю Что Этикетка Прогнулась Даже Под Алкоголем Скорее Всего Не Не Побежала Опять Понятно Что Люди Несколько Заморачивались За Полиграфию Потому Что Дядьку Здесь Достаточно Годно Написали Опять Же Свой Бренд И Вся Расфасовка Есть Чувствую Недоделанность А Как Словесную Форму Облечь Вот Пока Не Знаю Вот Пока Внешняя Составляющая У меня Этого Баллона Не Буду Больше Повторять Это Слово На Цепись Ну То Есть Вот Слегонца Так Прошлись Но Доводить До Логического Завершения Потому Что Извините На Секундочку 55 Миллилитров За 800 Рублей Это Ребята Ты Вывернешь На Изнанку Ну Ты Что Сделай Так До Сошла Запах Запах Потерял Ту Какую-то Древесную Вот Эту Ноту Чего Они Там Обещали Он Стал Растворяться Окончательно Ушел Мамины Духи Ну Какие Были В 70 Годах У Наших Женщин Духи Вот Что То Вот Такое На Лице Пленка Не Прошла Тоже Ну Посмотрим Может К Концу Нашего Диалога Она И Уйдет Куда Небудь По Всем Параметрам Если Подвести Черту Блин Как Говорит Ребят Ну Хорошего Ничего Не Могу Сказать А Плохое Не Хочется Пол Будет Выглядеть Как Конкурента Убираю Хотя Какой Я Им Конкурент У Них Целая ООО Целая Контора И По Идеи Я Мелочь Пузатая Через Которую Они Переступят И Чирик Не Успеют И Я Не Успею И Пойдут Дальше То Короче Вот Если Убрать Вот Эти Все Я Стесняю Шерпотреб Обыкновенный Ну Вот Мне Было Бы Стыдно Вот Это Выти Сказать Ребята Блин Берите Я Бо Не Стал Такой Выпускать Честно Вам Скажу Вот По Всем Тем Причинам Которые Перечислил Не Буду Повторять По Самому Из-за Запаха Не Стал Бо Вам Такое Предлагать Потому Что Да Имховая Твой Не Твой Что Ты Ругаешь Ребята Ну Реально Ну Даже Вот Если По этой Имховой Составляющей Твой Не Твой Но Это Не Тот Яркий Запах Который Можно Потрясти Публику То Выйти Сказать Да Ребята Я Вот Это Люблю Мне Это По Кайфу Кто То Может Вытискать Иванов Нихера Ты Не Понимаешь Да Он Может Но Меня Это Точно Потрясает Меня Это Точно Торкает Ну А Здесь Чем Торкать Я Не Вижу Чем Второе Вторая Причина Пленка Хорошо Если Она Скоро Уйдет А Если Нет Из-за Пленки Его Можно Записать В Очень Уходовая Но Зимняя Зимой Раз Эту Броню Нацепил И Звездой Там Тебе Ни Снег Ни В Все Пофигу Все Будет По Барабану Ну Кривая Крышка Этикетка Меня Просто Коробят Знаете Как Серпом По Одному Месту И За Счет Того Что Она Не То Что Плохо Но И Криво Наклеена Я Понимаю Умом Сознаю Эту Технологию Знаю Что Клеили Руками Не Машины Машина Бы Так Не Наклеила Ну Блин Не Люблю Я Плохое Говорить Но Мне Было Бы Стыдно Стыдно Я Я За Четыреста Было Такое Не Стал Б Людям Предлагать Потому Что Вы Меня Сами Тапками Закидали Сказали Иванов Че Позориться Убери На Хер Сделаешь Годное Давай Покажи А Это Забери Вот Так Бо И Сказали Хотя Видно Позыв Людей То есть Над графикой Поработали Крышечку Деревянную Замутили То есть Хотели Что-то Хорошее Сделать Но Где-то На Каком-то Пути На Каком-то Этапе Вот Это Все Хорошее Подрастерялось И Ушло Вот То Что Я Сейчас Вижу Не Несомненно Павлу Спасибо Огромное За То Что Дал Возможность Вот Это Показать Но Ты Блин Какой-то Прям Этот Самый Как бы Тебе Сказать Тесла От Помозков Я Как только Первый раз Увидел Эту фотографию Которую Ты Ручку Показал И Первая Мысль Была Что За Хрень Вторая Мысль Я Тебе Прям Написал Не Стал Это Про Хрень Писать Я Тебя Написал Как Не Обычно Ну И Третья Когда В руки Взял Легкий Бриться Вообще Непонятно И Все Это Рассеялось После Того Когда Я Взял Вот Эту Красоту В руки Эффект Привыкания Протекал Не Быстро Но Все Таки Достаточно Уверенно И В конце Концов Я Себе Сам Поймал На той Мысли Что Да И Хрен С ним Вот С этим Ободком Потому Что Держать В руке Его Офигеть Как Приятно Удобно Функционально Я И Даже Потом Нашел Выход Как Уходить От Этого Ободка Потому Что Я Палец Вот Так Стал Выгибать И Он В принципе Это Ободок Не Касался И По Факту Это Новый Вот Не Теряй Эту Форму Продолжай Ее Девать Дальше Потому Что Наверняка Кроме Меня Найдутся Люди Кто Эту Форму Оценит По Достоинству Форма На Сам Как правило Все Формы По Мазках Заезжены Ну То 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 Давно Давно Уже Пришли К своим Канонам И Они Там Практически Ничего Не Меняют Еще Кто То Более Менее Экспериментирует Форму Но Это Шеймаг Ну Ребята Извините За 150 200 Помазки Там По Стоимости 20 30 Долларов Евро То Экспериментов С ручками Не Жди Несколько Из Канвы Выбивается Португалия Испания С ихними Вилонгами И Впрочем Прочими Но Все Таки Это Не Общая Масса Это Все Таки Какая Частность А Здесь О И Причем Годный Вариант Я Прям Подохренел Я Вот Этот Помазок В следующий Будет У нас Когда Нибудь Этот Стрим По Бритью Обязательно Выставлю Потому Что Парни Я Очень Хочу Чтоб Из Вас Кто Попробовал Потому Что Он Настолько Неожиданен И Настолько Эффектно Себя Открывает Потом И Ты Понимаешь Что Я Свой Я Вот Он Я Пожалуйста Бери Я Всегда Запросто Пошли Побреемся И Все То Прям По Кайфу По Видел Ну Че По Всем Уже Прошелся Остался Мыл Упаковка Насколько Мне Хочется Растоптать Вот Этот Дизайн И Вот Этот Подход К Оформлению Потому Что Люди Делали Ись От Е Ись Нехорошо Просто Нехорошо И Есть Еще Одна Причина Почему Мне Хочется Вот Это Растоптать Потому Что Вы Сука Наши Русские Вы Когда Начнете По Человечески Делать Мы И Так Варьер Гарди Планеты Всей Так Если Ты Что То Новое Начинаешь Так Ты Делай Так Что Плю Какие Там Нахер Англичане О Вот Ты Так Сделай А Вот Так Вот Так Сделает Каждый А Ты Сделай Вот Так Вот Так Ты Сделай Вот Тогда Выходи На Рынок И Проси За Свой Гребаный Флакон 55 Миллилитров 800 Рублей Ну Извините Не знаю Даже Вырежу Наверное Это Вот Оно Оформление Вот Это Я Вам Скажу Хлопцы Вот Посмотришь На Такую Банку Вот Возьми Вот Эту Банку Напиши Полностью Все На Английском Вывешай На Любой Европейский Американский Да Насрать Какой Сайт И Покажи Да Ты Подумаешь Что Наши Делали А Фиг Там И Мысль Такая Не Придет Человек Заморочился Человек Сделал Нашел Того Кто Способен Мыслить Нестандартно Кто Способен Делать Работу Не Просто Так Пришел Отсидел Там Пятую Точку И Рас Ушел А От Души Вот Вот Это Конечно Меня Больно Ранит Меня Это Просто Честно Сказать Вот Прям Как Серпом По Одному Яйцу Че По Одному У меня Их Два Серпом По Яйцам Но Я Думаю Что Вячеслав Все Таки Это Вот Исправит Исправит Потому Что Вот Эти Воздушные Пузыри И Вот Эти Прожилки Наклеенные На Этом Продукты Это Нельзя Делать Нельзя Потому Что Когда Внутри У тебя Берлиант А Вот Не должно Быть И тот И тот Углерод Но Должно Быть Соответствие То Есть Вот Эти Вот Вещи Однозначно Нужно Убирать Потому Что Ну Это Мыло Я Вам Скажу Я Вот Сейчас Сам Для Себя Мне Не Может Быть Много Кто Это Мыло Пробовал Ребята Вы Сами Себя Решайте Я За Себя Могу Сказать Вот Это Мыло Стало У Меня На Одну Ступеньку Да Вот Совсем Недавно Прозвучал Вопрос Вадим А Вот Какие Из Наших Мыл Ты Вот Так Сказал Что Вот Это Мыло У Меня Сейчас На Одной Ступеньке С ТДС Это Мыло У У Меня Лично На Одной Ступеньке С той Лимитед Эдишн Которую Инна Выпускала И Которую Урмас Отослал И Уж Конечно На Одном Месте Месте С Мылом От Стаса Которую Он Мне Присылал Но У Стаса Видите У него Они Ближе К Европе У них Там Беяния Другие Они Там Со Своими Европейцами Вась Вась И У них Это Все Быстрее Идет Они Быстрее Все Это Вот Вот Это Все Чувствует Ему Чего В Европу Сгонять Он Плюнул Через Границу И Все Стал Выпускать Свое Мыло Потому Что Мыло Годное Реально Годное Это То Мыло Которое По шарам Ты стоишь Вот Такое ТДС Такое И Вот Это Мыло Точно Такое Же Вячеслав Вот То Что Ты Говорил Я Эту Работу Чувствую Я Ее Вижу Это Офигеть Само Мыло Я Не Вижу За Что Здесь Можно Поставить 5 Просто Так Здесь Каждая Пятерка Заслуженная Пенообразование 5 Скольжение Инструмента 5 Постскольжение 5 Да Пускай Оно Не самое Большое Там Не будет 3 сантиметра Но Оно И есть И Вот Если Вот Ты Придирчивый Ты Может Быть Поставил За Это Не 5 А 4 С Половина Но Ты Все Равно Это Поставил Потому Что Там Его Оставалось Ой Ой Как Прилично Стойкость Пены В чаши Мы не проверяли Но То Что Было На Помазке Ну Блин Ребята 5 А Сама Пена Ее Структура Ее Вот Эта Мелкодисперционность Вот Этот Чмок Шарик Такой Мягко Упруго Податливый Который Безушный Вот Эта Составляющая Вот У нас Безе Был Пропитан Вот Этот Массив Который В руках Кутал Вот Вот Это Все Понимаете Асфальт И делать Совершенно Ничего Хочешь Густую Зажми Экраник С водой И просто Сбей И будет Тебе Счастье Хочешь Жиденькую Возьми Водички Добавь И она Уже Войдет Среднюю Свою Свою Составляющую А хочешь Вообще Что Прям Так Вот Знаешь На грани Сейчас Потечет Так Добавь Еще Четко Воды На Помазок Или Так Вот Просто Рукой Проведи И все Легко Пожалуй Вот С запахом У меня все Таки Есть вопрос С одной Стороны По запаху Это Твердая 5 Потому Что Как Вот Дополнительных Малов Запах Не стал Выдавать Потому Что Для Мыла Для Бритьевого Мыла Запах Хороший Реально Хороший Разнолезие А с другой Стороны Мне хочется Поставить Четверку За Интенсивность Потому Что Мне Как Человеку Который Вот Этим Запахом Живет Это Знаете Что Такое Это Софочка Значит Убежала Из-под Ареста Сейчас Мама Бегает И ищет А Заяц Охотится На Софочку Если Он Найдет Ее Софочке Будет Пипец Поэтому Сейчас Ребята Я ее Быстренько Отдам Ты Паразит Фиг Ты У меня Убежишь Сейчас Маме Отдам Я Ее Сейчас И Вернемся Поговорим Мне Как Мне Хочется Мощности Побольше Мощности А здесь Мощи Мне Не хватило Во время Брития Да Я его Явственно Ощущал Это Не Что-то Истонченное Которое Будет Из тебя Убегать А ты Будешь Бегать В ппх Искать Где 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 Этот Запах Нет Он Есть Но Все Таки Хотелось Бо Мощи Побольше И Хотелось Знаете Чего Хотелось Бы Чего То Такого Чтоб Вот Серпом По Одному Месту Чтоб Было В этом Запахе К сожалению Для меня К сожалению Этот Запах Просто Хорош Мне Не Хочется Дать Для Него Паразит У него Свои Кошачьи Дела Он Не Понимает Что Люди Тут Делом Занимаются Ты Погрызается Еще Паразит Гатюша В моем Личном Понимании Здесь Дисбаланс Такого Шикарного Мыла И Выпустить Без Взрыва Атомной Бомбы Аромата Вот Если Будет Еще Вот Здесь Такой Запах Чтобы Знаете Просто Когти Бум С копыт Сбивало Это Будет Просто Совершенство И в мыле И в запахе А здесь Умеренное Запаховое Составляющее Вот в чем Проблема Лично Для меня Это не проблема Этого мыла Это моя проблема Потому что Насколько Шикарное Мыло Вот Настолько Шикарный Запах Я хочу В нем Получить Но К сожалению Здесь Оно Обыкновенное Умеренное Вот Запаховое Вот это Однозначно Годное Мыло На В одном месте Это у Сергея На бритва 11 Цена По моему 390 рублей Ребята Какие-то Жалкие 390 рублей Да я даже Не думая Отдал бы Вот за это Мыло Потому что На самом деле Годное Годное Это просто Это подарок Это подарок На полном Серьезе И я даже Думаю О том Чтобы Вступить Со Станиславом В переговоры По поводу Чего Я не знаю Там нужно будет Еще вот эти Организационные Все дела Утрясать Но Я хочу Поговорить С Вячеславом На предмет Того Чтобы Вдруг У него Получится Сделать Запах В тон Автошееву Если Получится Да я В комплекте Готов Это предлагать И те люди Которым нравится Мой автошеев Будут просто Охреневать От этой связки От этого Мыла И от этого Автошеева Они просто Будут купаться Вот блин Вот я первый В этом искупаюсь Потому что Я охреневаю От того Что я делаю Если будет Еще такое мыло Да я просто Фу-фу Вот Две конторы Две компании Которым бы я Обратился С таким вопросом Это ТДС И Вячеслав Вот если бы Они взялись За это Я был бы рад Я был бы Спокоен Что вот Я за это Не буду Стыдно Мне вот прям Не будет Ни капли Годната Годнота Прям Ну и надпись Побольше Видно Ни хрена Пьяный лес Или какой-то Ох Пленка прошла Ну На руках На лице Еще нет На лице Еще нет Ну вот Ребята Пожалуй Что и все На этом Разрешите С вами попрощаться Добра Счастья Радости Берегите себя Берегите своих близких Дай вам Бог здоровья Пускай у вас всегда Всегда Все будет хорошо Ну а Самых бесстрашных Самых бесстрашных Я предлагаю В закрытую комнату А всех остальных До новых встреч Подписывайтесь на канал Пока-пока С вами был я Вадим Берегите себя